Переходим к заключительному заседанию. Мы так много новой, интересной, фактической, теоретической и всякой другой информации получили, что ее надо осмыслить. Я прежде всего хочу поблагодарить всех участников конференции. Я прослушал практически все доклады, мне было очень интересно. Я хочу констатировать, что конференции и все доклады прошли на хорошем, настоящем научном уровне. Что доклады воспринимались участниками конференции с большим интересом. Возникали дискуссии, дискуссии продолжались в кулуарах. Стендовые доклады были многие, тоже я просмотрел почти все стендовые доклады. Стендовые доклады были тоже очень интересными. И поэтому мне кажется, что конференция наша была успешной. Я думаю, вы с этим согласитесь. И давайте сами себя поприветствуем в этой сфере. Я все-таки хочу сказать, что углерод во всех его нано-проявлениях, и в особенности графен, это безусловно реальное будущее в технике и в технологии самых ближайших лет. Я думаю, что здесь сидящих специалистов в этом убеждать нет смысла. Количество, я уже говорил об этом в начале, количество публикаций, интерес во всех научных коллективах, судя по журналам и судя по конференциям. Ведь вы знаете, даже конференции, например, совсем не связанные с графеном, по сверх критическим флюидам, проходило там недавно в Италии. Приезжают коллеги и говорят, что почти половина докладов были посвящены или связаны в той или иной степени с графеном. Приезжают специалисты с другой конференции и рассказывают примерно то же самое. То есть этот объект сейчас находится на острие интереса, и это чрезвычайно важно. Здесь высказывались, конечно, зачем и почему и во что практически это может вылиться. Вот я хочу ответить на один вопрос важный, который здесь возникал. Мое убеждение, я это писал еще в довольно давно опубликованной статье, может быть это выглядело как некая фантазия, что будущее электроника и все информационные технологии связаны именно с углеродными материалами и с графеном. И те, кто работают в области классической кремниевой электроники, тут же возражают. О чем вы говорите? В кремниевую электронику вложены триллионы долларов. Кто это позволит вам заменять кремний на какой-то ваш графен? Возражать очень трудно с одной стороны, с другой стороны просто. Вот сейчас наступает так называемый шестой технологический уклад. Не все, большинство тех, кто прогламирует это, толком не понимает, что это такое. И, честно говоря, я, прочитав там кучу всякого материала по этому вопросу, не могу сказать, что я глубоко в этом разобрался. Но я-то смотрел приземленно с точки зрения материала. Ведь мы с вами все материаловеды в той или иной форме, правда? И меня эта сторона дела интересовала. И, безусловно, единственный материал, который может решить те проблемы, которые стоят перед шестым технологическим укладом, а там, вы знаете, сочетание и био, и нейро, и инфа, и технологии и так далее, это, конечно, графен. Ничего другого сегодня в руках у нас и у человечества нет для того, чтобы решить эти проблемы. А что касается вот той части этого тезиса о том, что действительно кремниевая технология в электронике, она работает, в нее вложены триллионы, то я бы людям, которые с этой точки зрения рассуждают, посоветовал сходить в музей, какой-нибудь музей транспорта. Музеев транспорта сейчас много в разных городах, как в нашей стране, так и за рубежом. И посмотреть на там выставленные великолепно отреставрированные, сверкающие паровозы. Ведь человечество и техника в конце 19-го, в начале 20-го века дошли до высочайшего совершенствования в плане создания машин такого типа, как паровоз. Там был получен высокий коэффициент полезного действия. Там были отточены все детали. Там была прекрасно механика разработана, смазки и многое-многое другое. Существовали заводы в Советском Союзе, в Германии, в Соединенных Штатах, которые выпускали десятки и сотни паровозов. И казалось, это верх совершенства, и это будет всегда. Но пришел на смену паровой энергии век электричества. Появились первые, очень, вот люди старшего поколения могут сказать, и я могу сказать, появились первые электрички. Эти электрички были, и вообще электродвижущиеся цены, это было очень как-то несолидно, смешно даже ездить на этом электрическом токе. Казалось, что вот все будет как и было. Будут паровозы, и будем ездить на пассажирских или товарных поездах, с которыми идут вот эти хорошо отработанные машины. Но прошло совсем немного времени, и паровозы сошли на нет. Их нет, они в музеях. И поэтому, и здесь ситуация такая же. Действительно, электроника сегодняшняя, это кремниевая электроника. Но ведь не я придумал этот термин. Существует термин и в англоязычной, и в нашей литературе, посткремниевая электроника. И единственный материал, с моей точки зрения, для посткремниевой электроники, это, конечно, графен и другие наноуглеродные материалы, связанные или родственные графеном. И в этом смысле мы с вами находимся в какой-то мере на острее ножа. Действительно, это будущее, и действительно имеет смысл этим заниматься, потому что это вот важно, полезно и нужно. Мы в Москве проводили семинар с тем же названием «Графен. Молекула плюс двумерный кристалл». Мы провели 18 заседаний, и основные специалисты, работающие в Москве, и некоторые приезжие коллеги участвовали в этой работе. Мы будем продолжать работу московского семинара, мы будем продолжать пытаться охватить, конечно, это сделать непросто, все то, что делается в нашей стране в этом направлении, поэтому очень прошу вас, если у вас есть ваши публикации, будут ваши публикации интересны, не сочтите за труд нажать кнопку и прислать мне. Я обещаю вам, что эти публикации не погибнут, они будут расклассифицированы по тематике, они будут доложены в той или иной форме, представлены тем, кто будет интересоваться этими вопросами. И вообще любую информацию по этому делу ссылайте. Во-вторых, те, кто не москвичи, но вы ведь все-таки бываете в Москве, периодически не сочтите за труд позвонить заранее или написать, и мы можем подгадать семинар так, чтобы вы приехали и выступили со своими новыми результатами на этом семинаре. Коллеги, меня убеждают в том, что надо будет проводить следующую конференцию, если не через год, то через два. Ну, посмотрим. Еще раз хочу поблагодарить вас за активность, за участие в конференции, за интерес к этому очень интересному, с моей точки зрения, материалу. Спасибо.